Зена Тирс Глава первая Люди созданы, чтобы обрести истинную пару, и только глупый этого не чувствует. Моя душа изнывает от гудящей пустоты, которую ничем невозможно заполнить, заглушить. Я сгораю вдали от того, кто мне предназначен. Где же ты, тот, кого я так жду? Был ли ты когда-нибудь? От мыслей о забытом прошлом глаза увлажнились, я промокнула их грубым льном рукава и продолжила обдирать листики с высушенных стеблей целебной моросянки. Не время лить слезы, не время. Для этого есть ночь, когда никто не видит, когда не спится от тоски, сжимающей сердце. А сейчас надо сделать работу и отнести на рынок траву, а то не на что купить молока нашим сироткам-подкидышам. Вообще, время нынче тяжелое. В лесах завелись болотажеры, на дорогах бродят магические волки, а в холмах, говорят, видели дракона. Он-то и пожрал всех коз еще до того, как выпал снег. И наших тоже. «Триса! Господин Фалькон идет!» Кликнула со двора Идда, старая травница, которая приютила меня в своем доме в стенах святилища Пресветлой Девы. «Триса!» Я привыкла к этому имени и сроднилась с ним. Оно мне даже нравилось, хотя это не мое имя. Так назвала меня Идда, когда нашла в лесу. Но кто я и откуда, никто не знает. Вернее, откуда догадываются, предполагают, из лап темного колдуна, который высосал мою жизненную силу до дна, изуродовал тело, оставил на спине под шеей метку от костяного серпа, которым сцеживал кровь. Лишил лица. Да, искусанное болотными тварями и опухшее от воспаления крови, оно представляло страшную картину. Монахиням, хвала Пресветлый, удалось вернуть мне человеческий облик. Но вряд ли это был мой прежний облик. Что еще со мной делал колдун? Страшно подумать. Никто не знает. А я... Я боюсь вспоминать. Снова сказать, что ты на рынок пошла, а, Трис? Да ведь дожидаться будет. Я спешно отерла с лица остатки слез и приняла бесстрастный вид. Не надо, вздохнула я. Давно бегаю, ты права. Пора поговорить. Я отложила моросянку, накинула скатавшийся катышками шерстяной плащ и шагнула на крыльцо, навстречу холодному зимнему ветру. Эх, был ли ты когда-нибудь тот, по кому я так тоскую? Пришел бы, защитил бы меня сейчас. Нет, не придешь. Знаешь, а жаль. Очень жаль. Значит, нет тебя уже на земле. А то бы ты обязательно пришел. Я думаю, ты мертв. Иначе как ты мог не спасти меня от колдуна и обречь на расправу? А если жив? А если жив и забыл меня? Вместо слез явилась злость. Я вышла во двор и встретилась взглядом с подошедшим Фальконом, начальником стражи Вейгарда. Наконец-то, Трис, милочка, растянул он в кривой усмешке рот. Что-то ты совсем меня позабыла. Я же приглашал тебя заглянуть ко мне. Пухлые губы, жирные после сытного обеда, строго вытянулись. Маленькие глаза пожирали меня. И без того тощу. За три года еще до конца не оправившуюся от почти смертельного истощения. — Извините, много работы, — сказала я безразлично. — Мне надо траву готовить. Не приходите больше, господин Фалькон. Я не пойду с вами. Я плотно сжала губы и развернулась, чтобы скрыться в доме, но Фалькон схватил за локоть и дернул на себя. Ай, как же больно! Но я не подам вида. Я умею быть сильной. Может, отстанет? Волосы выбились из-под платка послушницы, рассыпались по плечам. Мои огненно-рыжие волосы. Такая редкость на севере Нертании. Почти ни у кого не встречаются. Взгляд Фалькона хищно разгорелся. Вожделение, желание обладать. Он так привык обладать каждой, кого поманит пальцем. — Ну что ты ломаешься, Трис? — прошипел он. — Ты ведь не девочка. Тебя принесли сюда с болот. Жрицы все твои дырки изучили. У тебя их больше, чем следует. И тебе не стать служительницей Пресветлой. Он знал, зараза, куда давить. Девушке, потерявшей невинность, особенно с таким сомнительным прошлым, как у меня, монахиней стать было невозможно. Ты должна в рот глядеть защитником, оберегающим тебя от чудовищ, живущих за этими стенами. Приблизил лицо Фалькон и жадно вдохнул мой запах. Чем я таким пахл, что он так меня хотел? Моросянкой? Вкусная. Ты же сдохнешь с голоду, если не пойдешь со мной. Есть вам нечего. Хоть молока детям принесешь. Глава вторая. Да, святилищу Пресветлой на севере, где многие еще поклонялись древним, приходилось тяжело. В святилище жили одни монахини и сироты. Местные мужчины не молились деве, не приходили и не приносили пожертвований. Мы жили на королевские взносы, проходившие через наместника. Он брал с них свой налог, и в итоге нам оставалось разве что, как бы сказать помягче, на оплату пользования городским колодцем и сливной канавой. Ну, идем, прошептал Фалькон, непозволительно близко к моей коже. Его скрипучий голос резал уши. Запах копченого окорока, который он только что съел, сводил с ума. Предательская дрожь выдала мой страх. «Пустите, пожалуйста, господин!» одернула я руку. «Отпусти девочку, Фалькон!» заступилась настоятельница Альба, заведя меня себе за спину. Горячая волна облегчения прокатилась по телу. Я одарила благодарным взглядом седовласую монахиню, прижалась к ее худому телу и принялась спешно поправлять сполшую повязку. Фалькон послушно отступил от крыльца на два шага, не больше. «И не смей больше домогаться к послушницам на земле святилища», потребовала Альба. «Есть места, где тебе охотно дадут все, что ты просишь». «А мне нравится, когда дают неохотно. Так интереснее!» — прыснул Фалькон. «В общем, трис, когда захочешь кушать, приходи, накормлю». «Да подавись ты!» «Ой, прости, присветлый, нехорошо на светлой земле ругаться». За стенами святилища раздались восторженные визги и звонкие детские голоса. Донесся приближающийся стук копыт и показалась снежная пыль над стеной. Фалькон посерьезнел и вытянулся по-военному, устремив взор к воротам. Светлая Альба тревожно двинулась на середину двора, а мы с Эдой скрылись в доме и пристали к дверной щели. Ворота медленно развели в стороны два воина, одетых в стальные шлемы и доспехи с королевскими эмблемами львов, выведенных на груди черной краской. Следом, ведя коня под усцы, во двор святилища вошел воин с красным, отделанным мехом, плащом. Шлем его сиял в солнечных лучах. На нагруднике доспеха тоже был лев, только золотой, который тоже искрился на зимнем солнце. «Паладин!» — с придыханием прошептала старая травница. Я прилипла к двери и больше не могла отвести взгляд. Щель вдруг стала узкой для взора, а платье — тесным для дыхания. Его выправка, ровный шаг, легкие взмахи рук — все веяло спокойствием и чистотой. Он снял шлем и склонился на колено перед настоятельницей, поцеловав ей руку. У меня пробежали по коже мурашки от сокровенной нежности, с которой он это сделал. «Паладины, защитники веры, воины света!» — восхищенно прошептала Ида. «Может, прогонят нечисть от города?» «То, чего так не хватает этой земле и мне, воин света наверняка спас бы меня, чудовище, испившего мою жизнь». Паладин выпрямился. «Ах, какой темноволосый, с небрежной многодневной щетиной! Устал, должно быть, в пути!» На кончиках пальцев ощутило покалывание, будто прикоснулось к его щеке. «Странное чувство, приятное!» Он осмотрелся по сторонам, его взгляд скользнул по двери, которую мы с Идой облепили. «Глаза серые и холодные, как сталь меча!» «Интересно, сердце у него такое же, закованное в сталь!» В строгих чертах лица угадывалось что-то мимолетно знакомое и в то же время совершенно чужое, далекое, опасное. Паладин развернулся к валькону. Начальник гвардии так смешно старался втянуть живот и приподнимался на мысках, но это ему совершенно не помогало сократить разницу в росте с воином света. Они о чем-то говорили. Лицо паладина сохраняло бесстрастное выражение, в то время как фалькон мялся и морщил лоб, указывал руками то в сторону леса, то в сторону холмов. «О драконе, наверное, говорят, вырвалось у меня». «А то ж, конечно», — прошептала Ида. «Он затем и приехал убить чудовище, чтобы помочь жителям. Страшники-то боятся». Я вся обратилась вслух. Чудилось, что голос у паладина низкий и бархатный. Мне страшно захотелось его услышать. Фалькон наконец поклонился и стремительно зашагал в сторону ворот. Соратники паладина раступились и пропустили его, а сам господин светлый воин направился к алтарю Пресветлой Девы в сопровождении Альбы, чтобы вознести молитвы. Все его воинственные спутники повернули следом. «Ну что, вон они разошлись», — прокряхтела Ида. «Беги теперь на рынок, Триса, пока не стемнело». Я сыпала моросянку в кулек, подхватила корзинку с баночками лечебного масла и поспешила во двор. Нужно раздобыть денег на молоко детям. Морозный ветер тут же пробрался под тонкий шерстяной плащ. Плечи свело судорогой от холода. Я поправила на голове капюшон, подбитый самым дешевым волчьим мехом, но предательские хлопья снега успели залететь в щели одежды. Более теплых вещей у нас, приживалок святилища, не было. И мне приходилось каждый раз лишь безмолвно скулить, выходя на улицу. Подойдя к воротам, не удержалась и поглядела на рыцарей, стоявших толпой у алтаря. Паладина среди них уже не было. «Где же он?» Я огляделась. Красный плащ мелькнул по другую сторону поклонной площади возле маленькой мраморной статуи принцессы Беатрис. Паладин положил к ее ногам зеленую ветвь ели, символ вечной жизни, и склонился на колени под усилившимся снегопадом. «Великая была женщина, всем помогала», вздохнула из-за плеча Ида. Я обернулась. «Я тебе шарфик свой хотела дать. Холодно. На рынке-то долго стоять». Травница закутала меня, завороженно глядевшую на паладина. «Он что, плачет?» прошептала я онемевшими от холода губами. «Ему позволительно. Она была его женой. Не подсматривай. Такой любви на земле никогда больше не будет». Я опустила взгляд, отвернулась. «Спасибо за шарф, Ида», прошептала я и побрела по снегу в тонких кожаных башмаках. Глава третья. После обеда на рынке уже не так многолюдно. Площадь перед ратушей, где стояли торговые ряды, заметно пустила, была уже не такой тесной и шумной. Однако покупателей тут еще толкалось предостаточно. «Кому целебную мазь?» «Травы для припарок!» крикнула я, расстилая льняное полотно на прихваченной с собой скамеечке. Свет надо мной закрыл бородатый мужик в кожаных доспехах. Наемник, один из тех, кого нанимал фалькон для истребления балотажеров и расплодившихся волков. Но по виду бородач скорее походил на бандита. Выбитые зубы, синяк под глазом, дивный хмельной аромат. «Хе! А чего-нибудь, чтобы стручок крепче стоял, нет?» прищурился он. «Вот потому на рынок отправляют нас, приживала к святилище, а сами светлые жрицы торговать не ходят, чтобы не слышать вот это вот. Сегодня готовой толнянки нет. Извините, господин, завтра будет, приходите». Я старалась держаться спокойной и бесстрастной, но было непросто снести наглый, развращенный взгляд наемника. «Ох, наконец-то ты тут!» воскликнула пожилая госпожа, оттеснив бородатого обратно в толпу. «Дай мне мою моросянку». «Сколько с меня?» «Один медяк, госпожа». «А это что? Лечебная мась? Тоже возьму. У мужа спину прихватила». «Нет, даже две давай». «Пожалуйста, госпожа». Поклонилась я, протягивая баночки и кулек сушеной травой. Я знала, она выводит ей волосы у супругов в паху. Ей нравится, когда мужчина гладкий. Что ж, у каждого свои недостатки. В руку легли три медные монеты, и я спешно сунула их в карман передника. «Ну вот, теперь на молоко малышам хватит». Неделю назад подкинули к воротам светилища грудничков, и Грета, женщина, что обычно торговала нашими сытой травами, занялась малышами. У неё было больше опыта, своих трое. Я разложила на полотне оставшиеся баночки и поставила с краю блюдца для подаяний. Мы всегда ставили блюдца, а вот добрые люди положат монету при светлой деве. Желающие иногда были, но редко. Светлая Альба говорит, что на юге люди больше почитают деву и приносят в святилище такие дары, что жрицы ни в чём не нуждаются, сидят, дошьют шёлковые платья и украшают изваяние девы драгоценными камнями. На севере власть королевства распростёрлась не так давно, лишь в начале правления нашего государя Орвина. Альба рассказывала, что встречалась с ним однажды, и он ей очень понравился. Благочестивый и добрый король, он делал всё, чтобы оградить страну от тёмных сил, от колдунов, которые похищали людей и насылали бедствие. Наконец до Вайгарда добрались королевские защитники Паладины. Может, всё же когда-нибудь и у нас на окраине будет счастье. Из мыслей меня вырвала проплывшая перед лицом рука. Сильная мужская ладонь потянулась к пустому блюдцу и положила на него золотую монету. Я с удивлением подняла глаза и увидела взмах красного плаща Паладина, который тут же скрыла от меня толпа его соратников. Паладин! Я схватила монету, пока никто не стащил. Она ещё хранила тепло и в руки. Пальцы вновь заколола. По венам потекло благостное тепло, живот скрутило в тугой сладкий узел и грудь сдавила. Что со мной? Почему сердце так обливается кровью? Вслед за Паладином прошагал Фалькон со своими стражами, а за ними знатный горожане и наместник Хакон. Все шли в ратушу. Хакон должно быть представит Паладина, и светлый воин наверняка сделает обращение к горожанам. Ах, как же хочется услышать его голос. Я сжала ставшую липкой монету. Теперь хватит не только на молоко, а даже на мясо. Все, решено, иду в ратушу. Сунув оставшиеся банки с маслом в передник и задвинув скамейку под прилавок пекаря, я побежала в толпу догонять красный плащ. Глава четвертая. Народу, конечно, набилось полно. Все стояли и толкались в тяжелых зимних одеждах. Я худенькая, и плащик у меня тоненький, мне легко было протиснуться между круглыми боками знатных горожан. Стражи Фалькона узнали меня и пропустили в ближний круг, откуда открывался хороший вид на центральное возвышение. Наместник Хакон вышел вперед, нацепил дурацкую улыбку и помахал рукой собравшимся. Приветствую, дорогие жители. Король Орвин услышал наши просьбы о помощи и прислал своего первого паладина, господина герцога Генриха Дарренфорса. Он очистит холмы от дракона. Горожане радостно загудели, заликовали, уши чуть не лопнули от восторженных визгов. Господин герцог приблизился к людям. «Именем Арнуса и Пресветлый приветствую благочестивый народ Нертании», сказал он низким властным голосом. «Мой меч рассеет тьму над Вейгардом». Люди разразились еще большим гулом. По спине побежали мурашки. «Генрих Дарренфорс, какой ты серьезный, суровый, не похож ни на одного из собравшихся здесь. Еще ты такой уставший». Сердце укололо при виде его нахмурившихся бровей, свинцово-серых глаз и мужественных морщинок, тянущихся от крыльев носа к уголкам рта. Чуть заметно посыпанные пеплом виски манили меня коснуться их кончиками пальцев. За все время, сколько я помнила себя, живя в Вейгарде, мне ни разу не хотелось мужчину. Но сейчас живот наполнился теплом, и я вполне могла понять причину особого блеска в глазах женщин и их восторженный шепот. Паладин был невероятно привлекательным. «Завтра я отправлюсь в холмы со своими людьми», сказал он и развернулся к Хакону. «С вас необходимо снарядить обоз с продовольствием и поставить временный лагерь, обеспечить тыл». «С нас? А кто за это заплатит? Вы? Но идете же вы?» Паладин смерил Хакона суровым взглядом и прищурился. «За работу мне заплатит король. А за что заплатите вы? Дракон-то ваш». «Ну ладно, господин герцог, обеспечим, что скажете», процедил Хакон. Паладин приложил руку к груди, коротко поклонился и спустился по ступеням в толпу. Собравшиеся расступились, им помогли соратники воина света. Красный плащ покинул ратушу, на душе стало грустно и одиноко, темно. Услышала его голос, такой, как и предполагала, глубокий и благословенный. Хотелось почувствовать его ближе, ощутить прикосновение к коже его теплой ладони, благодатного огня. Трис, что за мысли? Иди за молоком и давай домой. Я развернулась и увидела перед собой ухмыляющееся лицо фалькона. «Занята много работы», говорила. Глава пятая Маленькие глаза победно забегали, изучая мое серое невзрачное платье и шерстяной плащ на плечах. Люди фалькона нацепили злорадные улыбки, переглядываясь за спиной своего начальника. Я сомкнула губы и вцепилась пальцами в подол юбки в поисках уверенности. Так страшно сделалось. Я чувствовала себя совершенно беззащитной в шумной толпе перед готовым накинуться хищником. «Ну все, сегодня со мной пойдешь. Я устал ждать», рыкнул фалькон, приблизившись вплотную. «Пропаду, ведь меня ждет Грета с молоком». «Господин фалькон, что это вы девочку в угол загнали». Раздался сильный звучный голос. «Она вам что-то должна?» Рядом возник высокий статный рыцарь с короткой седой бородкой, один из соратников паладина. «Нет, господин сэр», проговорил фалькон, оглядывая рыцаря. «Просто хотел убедиться, что госпожа Триса спокойно доберется до дома. Далековато живет. Вдруг люди недобрые пристанут». «А вы плохо следите за безопасностью в городе, господин начальник стражи? Что за недобрые люди у вас на улицах пристают к беззащитным девушкам?» Фалькон побледнел и бросил на меня умоляющий взгляд, мол, помоги. «Все хорошо, господин рыцарь», кивнула я. «Господин Фалькон просто проявляет ко мне доброту». «Зачем прикрыла засранца? Сейчас рыцарь уйдет, и я снова окажусь в паучьих лапах, теперь уже бесповоротно». «Хм, что ж», сдвинул седые брови рыцарь, поглядев на меня, еще больше задрожавшую, а потом перевел недобро сверкнувший взгляд на Фалькона. «В самому захотелось сделать что-то доброе. Может, позволите мне проводить вас, госпожа Триса?» «Да», спасительно воскликнула, «да, хорошо», проговорила более сдержанно. Фалькон бросил на меня недовольный взгляд, поклонился и скрылся в толпе. Я осталась один на один с высоким, облаченным в доспехе господином. Его закаленные битвами, загорелое лицо с белой аккуратной бородкой приблизилась и мне снова сделалось не по себе. «Не бойтесь меня», угадал он мои мысли. «Навязываться вам я не собирался, госпожа Триса. Я лишь хотел спасти вас от этого. Видел, вы только и искали глазами, как сбежать. Что ж, теперь можете идти». «Спасибо, господин. Могу узнать, кого благодарить за доброту». «Меня зовут Рэн-де-Валь Дарренфорс. Только не называйте меня господин, что вы. Среди рыцарей не принято это обращение. Сэр, Рэн-де-Валь, этого достаточно». «О, вы родственник паладина?» удивилась я. «Да, дядя». «Я старший брат ныне покойного паладина, герцога Адеваля Дарренфорса, отца нашего Генриха». «Не бойтесь, что же вы снова дрожите? Сэр Генрих победит дракона, не сомневайтесь». Задрожала я не от страха перед драконом. «Дарренфорс, Адеваль, Генрих, Генри, что-то делают со мной эти звуки?» «Накатывают боль, стискивают грудь, трепетная сладость мешается с чувством опасности, волной вскипает тревога». Кончики пальцев заколола, я сцепила руки и начала растирать ладони, чтобы избавиться от зудящего ощущения. Сэр, Рен-де-Валь пристально поглядел на меня и перевел взгляд на платок послушницы, скрывающий мои волосы и лицо почти до самых глаз. Я почувствовала на щеке прядь, выбившуюся из прически. Взгляд Рен-де-Валя хищно блеснул, выражение лица переменилось, потемнело. «Триса, а давно вы живете в Вейгарде? Что-то не похоже, что вы из этих мест». Сердце забилось в таком страшном испуге, что объятия фалькона показались бы медовой сладостью в сравнении с тем, что можно ожидать от сэра Рен-де-Валя. Возникло необъяснимое чувство опасности, смерти. Рыцарь надвинулся стеной и протянул руку к платку. «Мне пора идти, сэр», быстро выпалила я и юркнула в двигавшуюся к выходу толпу. Рен-де-Валь не стал преследовать, надеюсь. преследовать. Редактор субтитров